Смотрите, что там происходит. Вон машина плывет. Я все еще по колено в воде. И таких видео в Ульяновских соцсетях множество. Как и три года назад, кажется, июльские потопы стали традицией. В воскресной сильной дождь и его последствия больше всего ударили по Засвияжскому району. Трамваи и автобусы встали на Октябрьской. Пришлось передвигаться вплавь и на Облуково. Сухим осталось только за Волжье. Ушел под водами к район «Новая жизнь». Топило не только улицы, но и дома. А на этих кадрах ручеек, стекающий с микрорайона Репина на мостовую. В результате затопила часть улицы Российской. Дорога в микрорайоне стала речкой в считанные минуты. На этом участке потоп уже второй раз за сезон. Здесь проложена канализационная труба. А рядом находится контейнерная площадка. Эту же часть, основная динамичная канала, где остались трубы, они все время забываются. Они же как были, так и остались земляными. И что получается? Скосили, бросили. Мусор приклыл, забил. Но я считаю, что если в ближайшее время эту проблему не решить, а мы видим, как еще с микрорайона Репина потоки идут к нам. Каприза погоды, как поясняет в Ульяновской администрации, удалось ликвидировать трем бригадам за три часа. Однако большинство ливневых до сих пор не справляются с обильными потоками воды. Сейчас идут торги, чтобы отремонтировать две самые проблемные ливневые канализации на Шелмовой и Камышинской. На очереди также точки на Рябикова, на Реманово и Репина. В последующие годы внести план в перечень тоже. Сейчас собирается информация, где у нас возникают вопросы именно по тем улицам, где всегда происходят такие аварии. Мы сейчас все анализируем, собираем информацию и в ближайшее время, я думаю, будет все известно. Воскресный дождь – последствия атмосферного фронта. Ближайшие 3-4 дня будут сопрождаться как таковременными дождями с грозами и умеренным ветром. Однако синоптики не советуют убирать короткие топы из шорты. Лето продолжается. При чрезвычайных ситуациях и сильной непогоде жители Ульяновска могут обращаться по телефону горячей линии 737-911. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова